Мы прекрасно понимаем, что у военного сценария есть только два сценария. Первое — это быстрое окончание и достижение успеха. И второе — это велотекущая, долгая, мучительная катастрофа. Нет никаких сомнений в том, что те люди, которые проектировали Украину в сегодняшнем ее виде и Россию в сегодняшнем ее виде, не закладывались на короткий сценарий. Я думаю, что практически исключен вариант, при котором все закончится быстро, безболезненно, с цветами, с встречающими российские танки и российских военнослужащих восторженными толпами, с моей точки зрения это практически исключено. Противоположный сценарий обоим народам, в первую очередь трудящимся представителям этих народов, самым бедным людям, которых толкнут в окопы, не спросив, в первую очередь, все это сулит кровь, страдания и нищету. Чем бы, повторюсь, этот долгий, мучительный вариант не закончился. Да, прежде всего, нелегко вообще об этом говорить, но прежде всего подчеркну, что это действительно трагедия, это очень важно понимать. Вот сейчас, даже когда мы с вами говорим, общаемся, сейчас там гибнут люди, мясорубка работает на полную. Это трагедия, и она началась не сегодня ночью, она началась не 8 лет назад, а действительно точка отчета – это поздняя перестройка и та контрреволюция, за которой последовали известные дальнейшие события, в том числе и расстрел Белого дома. Позиции Украины, точнее, украинской буржуазии вполне понятны. Они сейчас в своей пропаганде педалируют активно защиту Отечества, а мы помним, что есть два разных Отечества у каждого буржуазного государства, у каждого народа, который в таком государстве живет. Что касается России, то мы помним, что основной предлог для начала этой войны состоял в защите народа Донбасса. И поверхностному зрителю, конечно, хотелось бы, наверное, порадоваться за народ Донбасса, от которого, наконец, начали отдаляться вроде как окопы, обстрелы и тому подобное. Но вообще-то все это ложь, фальшь и лицемерие, потому что если бы Российская Федерация, я подразумеваю прежде всего власти Российской Федерации, если бы власти Российской Федерации действительно были бы озабочены судьбой народа Донбасса, то они могли бы прекратить войну и обезопасить людей в Донбассе тогда, когда это было действительно наиболее вероятно, наиболее возможно, то есть в 2014 году, когда началась так называемая «Русская весна». Но тогда, хотя вероятность военной победы была гораздо выше, чем сейчас, тогда совсем не те люди рвались бить фашистов, бить киевскую хунту. Неправильные люди, люди не под теми флагами. И поэтому Россия набросила на Донбасс оковы в виде минских соглашений, изолировала Донбасс, придавила ростки народного движения, в том числе и под красными флагами, и превратила так называемые фальшивые народные республики в то, чем они являются сейчас, это по сути марионеточные режимы, там царствует та же самая диктатура буржуазии. И вот сейчас нам подают начало войны под соусом, что мы, дескать, спасаем народ Донбасса. Хотя, по сути, в Донбассе война по-прежнему продолжается, и она просто распространилась на все большие территории, затронула все большее количество людей. И мы не можем, на мой взгляд, присоединяться к некоторым так называемым левым, разного рода бледно-розовым коммунистам, в их шовинистическом угаре, в их приветствии этой войны, этой трагедии. Это неправильно абсолютно. И когда мы говорим о том, что мы должны, дескать, там, киевских нациков, конактиву и так далее, мы должны задуматься о том, а что будет вместо, что несут на своей броне российские танки. И мы сейчас фактически ведем речь о борьбе двух антикоммунистических режимов, антинародных режимов. Одни уже повалили памятники Ленину, другие только готовятся это делать. Вот и вся разница между бандеровцами и власовцами. Вот примерно так. Да, я согласен. Есть еще важные обстоятельства. Дело в том, что я сказал, что эта патриотическая волна, она без сомнения пройдет и пройдет довольно быстро. Для того, чтобы реализовывать задачи такого масштаба, которые, как нам объяснили, прямо продиктованы интересами российского народа, российской государственности, для того, чтобы это делать, необходимо опираться на поддержку народа. Необходимо опираться на поддержку народа Донбасса. Необходимо опираться на поддержку народа России. Нас активно пытаются убедить в том, что такая поддержка есть. И я, положа руку на сердце, могу сказать, что такая поддержка была. В 2014 году и Александр, который был на Донбассе, и я, бывавший на Донбассе, эту поддержку видели. Общенародный подъем тогда был связан с надеждой, непонятно откуда взявшейся, абсолютно иррациональной надеждой, но мы живем надеждами. Надеждой на то, что вот этот клинч, этот угол, в который российскую буржуазию загнала проклятая международная буржуазия, заставит удариться ее озем и переродиться из Павла в Савла, или наоборот, или как там по Библии правильно. Вот эта надежда и называлась крымским консенсусом. Она называлась «Крымской весной», потому так приветствовали это все тогда. Но с тех пор от народной поддержки не только по отношению к политике на Украине, но и по отношению к политике власти вообще, от общенациональной этой поддержки, от этого адреналинового шока, от всплеска внезапной солидарности с властью 2014 года, от этого всего не осталось и следа. И то, что мы наблюдаем сейчас, это точно такой же адреналиновый шок, который очень быстро пройдет.